всем привет сегодня из чиабаты которую пекла накануне приготовлю сложный сэндвич сложные из-за начинки потому что там много начинки и бутерброды с семкой которую солила то же самое для сэндвича разбиваем 2 яйца солим перчим взбиваем и на смазанной сковороде делаем омлет пододвигаем к серединке накрываем крышкой чтобы немножечко он пропарился переворачиваем и сразу отключаем сковороду выкладываем его на тарелку и готовим дальше горчица обычная добавляем туда горчицу в зернах один к одному чайная ложка обычной горчицы и чайная ложка французской разрезаем чиабатту пополам ссылку на рецепт чиабаты я оставлю в описании под видео но можно делать из покупной нужно даже делать из тостерного хлеба помидор нарезаем тоненькими дольками вырезаем место где была плодоножка одну половинку чиабатты вниз смазываем горчицей вторую половину смазываю домашним майонезом рецепт майонеза есть на моем канале укладываем много листьев салата помидор немножко присолить помидор ветчина омлет сыр и салат французский из моркови рецепт этого салата тоже есть на моем канале можно использовать корейскую морковку еще листья салата или микс салата на вторую половинку чиабатты и накрываем наш сэндвич вот такой сложный сэндвич получился для того чтобы его удобно было есть мы его сейчас обернем пищевую пленку разрезаем пополам и вот такая красота у нас получилось этого сэндвича хватит для двоих человек несмотря на то что он такой высокий его очень удобно есть потому что он в пищевой пленке ничего не вывалится и не вы никак не испачкаетесь очень вкусный пикантный и очень сытный попробуйте я уверена вам тоже понравится а вторую половинку я сейчас замотаю опять в пищевую пленку и уберу в холодильник и и съем немножко позже а сейчас приготовлю бутерброды и слабосоленые семги на тостах из чиабатты семгу я предварительно засолила смешав две столовые ложки соли полторы столовые ложки сахара и немножечко сухого тимьяна все это оставила в холодильнике на на ночь утром вытащила семгу обтерла полотенцами бумажными от остатков соли сложить это в контейнер полить немножко оливковым маслом и можно есть сделаю тоста из чиабатты два бутерброда сделаю со сливочным маслом пока горячие тосты выкладываю сливочное масло остальные два смажу крем-сыром наподобие филадельфии семгу нарезаю тоненькими слайсами этот кусочек я оставлю для бутербродов остальные два я завакуумировала вакууматор я покупала на алиэкспресс ссылку если найду оставлю в описании под видео выкладываю семгу и можно еще положить огурчик украшаю это все петрушкой и хрустящие тосты с нежной начинкой и вкуснейшей слабосоленой семгой готова бутерброды все wife it мои Stars itive lebr